Субтитры делал DimaTorzok Ни введения в заблуждение, о которых написала нам администрация видеохостинга, точнее написали на месте, где должно быть видео, не было. Мы взрослая телекомпания, которая работает по всем законам. Но понять, почему это произошло, мы до сих пор не можем. Совпадение это или нет, но накануне блокировки новости 41-го рассказывали об американских куклах-монстрах и об их влиянии на российских детей. Уже после первого сюжета мы получили угрозы в свой адрес. Помимо тысячи гневных комментариев, редакцию забросали письмами с обещаниями устроить репортерам войну и кукольный Майдан. Причем, судя по текстам, пишут отнюдь не школьники, а взрослые люди. К примеру. Вы хоть понимаете, что вы показываете? Вам хочется второго Майдана тут? Если вы это не прекратите, вам устроит Армакедон. И не я, а все люди, вне зависимости от возраста и пола. Это не угроза, а предупреждение. За текстом письма от маленькой девочки угадывается взрослый почерк и IP-адрес мужчины Севастополя. Некоторые из таких защитников открыто провоцируют детей в интернете на агрессию. При этом не скрывая, они продают игрушечные гробики и пластиковых зомби. Вам нужно рассказать, что это не очередная кукла, что это совершенно новая и совершенно не похожая на всех остальных кукол. Что для вас она очень важна, что она вам очень нужна. И по словам экспертов, это первый случай в истории, когда блокируют не пиратский канал, а официальные СМИ, при этом без единого предупреждения. Добиться ответа, почему, не удается. На письма и запросы руководство видеохостинга не отвечает. IT-эксперты не исключают, что дети фанаты пластиковых гробиков попросту нажимали кнопку «пожаловаться». Когда речь идет о том, что это телекомпания, которая делает какой-то контент полностью на 100% авторский, и при этом просто на основании жалоб пользователей о чем-то там, что им что-то не понравилось, чтобы закрыли такой канал, я об этом первый раз слышу. Вот информационные атаки подобного рода, ну это какие-то без ряда вон выходящие вещи. У YouTube, наверное, самые такие строгие требования по поводу того, что должно содержаться на аккаунте и так далее. И YouTube, наверное, один из таких самых реагирующих на жалобы пользователей канал. То, что блокировка видеопортала одной из крупнейших телекомпаний Катеринбурга вызвана жалобами школьников, как раз и вызывает изумление. Даже шкафы на кухне и розетки в доме имеют блокировку от детских шалостей. А тут взрослый видеохостинг. Впрочем, ожесточенные бои в защиту пластмассовых пупсов-вурдалаков – это уже не игрушки, уверены психологи. Я вообще против той ситуации, когда детей используют в том пространстве, где лежат интересы взрослых людей. Потому что они страдают во всех отношениях. Некоторые родители к мнению психологов все-таки прислушались. Саша с мамой даже разработали программу «Десять шагов от монстров». Но оказалось, эта задача не из легких. Мы решили, что мультфильм я смотреть больше не буду. На такие я их больше не смотрю. Но с куклами я играть никак не могу перестать. Пока горячие споры не свели кого-нибудь в могилу, психологи советуют родителям и детям сесть за стол переговоров. Ведь страшны не игры, а отношения к ним. Если верить школьникам, куклы-монстры учат терпимости и доброте. Только урок, похоже, не все выучили. Кирилл Сладков и Антон Лимонов. Новости 41-го канала. Продолжение следует... Спасибо.